Приветствую вас, и вы знаете, я думаю, что можно ответить вам в двух аспектах. Аспект первых заключается в том, что вы не пережили до конца те чувства, которые обычно возникают, когда происходит потеря близкого человека. То есть существуют определенные стадии проживания горя, и вот я полагаю, что вы определенные стадии этого горя не прожили. Ну, всего ряда причин. Также я думаю, что вы свою маму не отпустили. Вот, то есть вы до сих пор представляете ее себе как бы живой. Вот, вы до сих пор не приняли того факта, что ее больше нет. Вот, и третий аспект, который я уже увидел в процессе ответа, это аспект, собственно, самого факта потери. Да, то есть вот, если так вот вышло, да, что вы все-таки потеряли свою маму, да, вот именно вы говорите о том, что потеряли ее, что это именно потеря. Вот, то, соответственно, потеря, она негативно сказывается именно на вас. То есть это вы негативно воспринимаете потерю, то есть это вы что-то потеряли. И, соответственно, очень важно, очень важно, если вы для себя определите эти моменты. Если вы для себя выделите эти моменты, если вы для себя откроете моменты, связанные с тем, а что же вы конкретно потеряли. То есть вот, ну, конкретно и по факту, да, что вы потеряли. Вот, когда мама ушла, да, что конкретно вы потеряли. Чего вы, чего вы, чего вы лишили, в результате потери мамы. То есть потому что, понимаете, если вы не знаете, что именно вы потеряли, если вы ничего не делаете для того, чтобы, а, вот, то, в чем вы нуждаетесь приобрести и получить, а, ну, скажем так, заново, да. Вот. То есть я думаю, что вы так и будете в этом состоянии находиться. Вы так и будете продолжать в этом состоянии находиться, ну, потому что, попрыгнуть, что она, все равно будет, так или иначе, вот. Попрыгнуть, так иначе все равно остается у вас. Вот, как видите, три основных направления, а, которые не позволяют нам двигаться дальше. Вот. С одной стороны. С одной стороны. С другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, а, не исключено, что есть у вас определенная выгода в том, что вы делаете. То есть, а, когда, например, ваши друзья, они вас поддерживают, да, то есть, когда вот они, ну, дают вам обратную связь, скажем так, вы, вы в этот момент чувствуете себя важно. То есть, вы получаете, эм, таким образом, эм, для себя, опять же, то, что вам, ну, что вы получаете для себя внимание, вы чувствуете себя значимой и так далее. Вот. Если вы не будете, например, оплакивать свою маму, да, если вы, эм, перестанете нуждаться в друзьях, так. Что, вероятно, вы боитесь остаться одна, вероятно, вы боитесь, что вы будете одна, и что вы не будете, собственно, нужна друзьям своим. То есть, тут, опять же, очень важно понять, какую выгоду вы получаете от того, эм, что происходит. То есть, совершенно очевидно, что вам, э, выгодно это. Всем очевидно, что вы получаете, э, получаете некое, ну, не удовольствие, может быть, да, но некое такое, э, некий плюс от того, что вы ведете себя именно так. Некий плюс вы получаете. И, вот, соответственно, то, что вам нужно, это понять, что именно вы получаете, какой плюс вы получаете, в чем вы нуждаетесь. И, соответственно, как можно было бы вам в этой ситуации, э, значит, себя вести, что можно было бы в этой ситуации сделать. Вот, а, для того, чтобы, у нас же, больше не поступать. Так, например, как вы, как вы поступаете. Вот. Понятно? О чем идет речь? Вот это, собственно, то, что я, э, хочу вам сказать. То есть, нужна, таким образом, определенная работа. Нужна, таким образом, определенная, определенное движение, определенный путь, если вы готовы, выбираете себе психолога и начинаете работать в этом направлении. По всем этим направлениям. То есть, то есть. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.